Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком. Тема война. Вопрос 3194». И все же непонятно, почему в продолжающейся трагедии русского народа так и не смогла православная русская церковь сказать свое веское слово, чтобы прекратилась братоубийственная война, чтобы мысли о небе заняли главное место при жизни на земле. Почему? Отвечает Игнатий Лапкин. Единственное и только потому, что земной и думает по земному, со всеми пристрастиями к земным башкам. И им не дано понять то, что выше Плотского. Христа не знают ни здесь, ни за границей таким, как Он учил, а знают по византийскому, по монашескому, чисто по человеческому. Иван Галетян, 3 глава, 31 стих. Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной, и есть, и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех, филиппийцам 3,19. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном. Если бы сейчас воскресли приверженцы Сталина Сергия и приверженцы Гитлера Анастасия, и оказались бы один на один на необитаемом острове, и узнали бы они, что и их кумиры и душители сгинули, и нет тех режимов, то разве бы они так говорили? Если бы увидели, где они будут в подустороннем мире, и что им самим уготовано, а ведь все были когда-то такими хорошенькими мальчишечками, ходили в церковь, все желали лучшего себе, а Библия и Христос остались неведомы, и потому церковь, состоящая из таких, и не может ни сказать, ни сделать ничего. Послушайте, для сравнения некоторых материалов времен не так уж и давних, волю Божию не хотели знать, а гнули под патриотизм, под волю народа. Вот как учил архиерей, надеющийся на коммунистов. Кавычки открыты. Русский народ еще на заре своей истории создал свой идеал богатыря, отображенный в былинном эпосе. Илья Муровец – это синтез беззаветной любви к родине, мужества, волевого пафоса, мудрости, беспощадного отношения к врагам и сердечной мягкости к своим. Прошлая Россия богата историческими личностями, вождями и полководцами своего народа, воплощавшими в себе эти качества и в трудные гонины русской истории в своих блестящих боевых подвигах, подымавшими на высоту славу русского государства. Таковы вечную славу овеяны Александр Невский, Дмитрий Донской, князь Пожарский, генералиссимус Суворов, фельдмаршал Кутузов. В минуты опасности и грозившей родине эти русские богатыри становились во главе русского воинства. Имена этих военных вождей для русских людей были символом несомненных побед. Эти патриоты своей родины объединяли вокруг своего имени русских людей без различия положения, возраста, убеждений. И Россия не падала на колени перед врагом. Россия не впадала в страх или бессилие. Россия побеждала. В неувидаемую бессмертную славу облекались знамена победоносного русского воинства. Великая очистительная война нашей родины с фашистскими насильниками ведется уже свыше двух лет. Вся страна, как один человек, до предела напрягает усилия для скорейшего разгрома фашистских разбойничьих орд. А наша добрестная Красная Армия мощными ударами одним за другим бьет гитлеровскую военную машину и уничтожает живую силу и технику врага. Блестящими победами под Москвой, под Сталинградом, на Северном Кавказе, у Орла, Белгорода, Харькова, Полтавы, Тагангрога, Смоленска, под Ленинградом обессмертили себя русские воины. И наш народ, с неистащимым мужеством, вынося все тяготы, связанные с войной, вместе с нашими воинами-богатырями, ни на одну минуту не ослабевал и не ослабеет своей крепчайшей уверенности в конечной победе. Потому что армию ведет в бой на врага Иосиф Виссарионович Сталин, любимейший воист нашего народа, гениальный верховный главнокомандующий нашего воинства. Богом поставлены на свой подвиг служение нашей Родине в эту годину испытаний. Все наши победы организованы и осуществлены его военным гением. Вся напряженная работа страны в тылу для дела скорейшего победы имеет источника своего воодушевления, дорогое каждому советскому человеку, имя вождя страны и армии. Глава Русской Православной Церкви Митрополит Сергий в своей телеграмме на имя Сталина ко дню 25-летия Советского государства 7 ноября 1942 года был выразителем чувств всех православных русских людей, когда сказал «Сердечно и молитвенно приветствую в вашем лице Бога избранного вождя наших воинских и культурных сил, ведущего нас к победе над варварским нашествием, к мирному процветанию нашей страны и к светлому будущему ее народов. Русские верующие видят в лице верховного вождя нашей страны Богом ей данного Отца своего народа и горячи их молитвы Господу Богу о его здравии на долгие годы. В нашем вожде верующий вместе со всей страной знают величайшего из людей, каких рождала наша страна, соединившего в своем лице все качества упомянутых выше наших русских богатырей и великих полководцев прошлого, видят в восплощении всего лучшего и светлого, что составляет священное духовное наследство русского народа, завещанное предками. В нем неразрывно сочетались в единый образ пламенной любовь к родине и народу, глубочайшая мудрость, сила мужественного, непоколебивого духа и отеческое сердце. Как в военном вожде, в нем слилось гениальное военное мастерство с крепчайшей волей к победе. С начала войны во всех своих обращениях к народу Иосиф Виссарионович не перестает звать к твердой уверенности к победе. Вся страна, как один, верует его верой. А Русская Православная Церковь молитвенно благоставляет подвиг, какой он несет во имя блага и счастья нашей Родины и молит Бога о помощи нашему вождю в его великом историческом призвании. Отстоять честь, свободу и славу родной страны. В дни всенародного патриотического подъема в нашей стране в конце 1942 года и в начале 1943 года, когда могучим потоком лились пожертвования в советских людей на дело разгрома фашистского зверя, в этот поток с энтузиазмом вливали свои лепты духовенства и верующие русские церкви. И посылая свою жертву в фонд обороны, верующие патриоты спешили выразить в своих телеграммах верховному вождю нашего воинства чувство своей ему преданности, своего благоговения перед его подвигами, веру в его гении. Митрополит Сергий писал «Молитвенно желаю вам испытать радость полной победы над врагом и видеть возрождение истерзанной Родины». В другом привестии он же пожелал Иосифу Виссарионовичу «До завершится победа над темными силами фашизма. Общенародный подвиг вами возглавляемый». Вам, Иосиф Виссарионович, главному полководцу и вождю наших победоносных армий, желаем здоровья и успеха в ваших тяжелых трудах. Посылал свои пожелания архиепископ Куйбышевский Алексий от лица всех верующих города Куйбышево. «Живите долгие годы, наш мудрый вождь Иосиф Виссарионович!» вылилось из глубины души у протеерея, пензы Алексея Ивановича Виноградского. «Дорогой наш отец!» Такими словами начинал свое сообщение Иосифу Виссарионовичу о пожертвованиях священник Молотовской области Александр Александрович Троицкий. И отечественные ответы Иосифа Виссарионовича на все эти обращения с выражением искреннего привета и благодарности духовенству и верующим поднимали еще на большую ступень одушевление верующих русских людей, составляющих со всеми народами, населяющими нашу страну, одну братскую семью с одним общим отцом во главе. Чувство преклонения пред личностью Иосифа Виссарионовича перед его мудрой проницательностью, его отечественной сердечностью и изумительным вниманием к нужным всех, без исключения граждан, достигли у верующих наивысшего подъема в сентябрьские дни, когда вся страна узнала о состоящем в Кремле приеме главой правительства митрополита Сергия совместно с митрополитами Алексеем и Николаем. Во время беседы на этом приеме Иосиф Виссарионович высказал свое одобрение патриотической деятельности духовенства и верующих в православной церкви в дни Великой Отечественной войны, а когда патриарш вместо блюстителей сообщил вождю страны о том, что среди деятелей православной церкви имеется намерение созвать собор епископов для избрания патриарха на вдовствующую патриаршую кафедру, Иосиф Виссарионович ответил, что он сочувственно относится к этому предположению. С таким же сочувствием исключительным вниманием глава правительства отнесся и ко всем другим нужным нашей церкви, изложенным нами в этой исторической беседе. Об этом покоряющем сердце чутком отечественном подходе вождя нашего отечества ко всем желаниям и чаяниям церковных людей рассказал митрополит Сергий на соборе епископов, составящемся вскоре после посещения Кремля высшими представителями Русской Православной Церкви. Об этом сразу же узнали и вся верующая Москва, и все верующие наши страны. Получая отовсюду восторженные отлики, мы видим, мы знаем, каким энтузиазмом наполнили сердца верующих в вести об этом, и нисходят в эти дни с их уст имя Иосифа, Виссарионовича Сталина, обвиненной любовью всей страны. Мы, участники приема Иосифа Виссарионовича, живем и будем жить под обаянием тех впечатлений, какие охватили нас часы этой встречи и беседы с любимым вождем своего народа. Мы были поражены сердечной простотой приема из самой личности главы правительства самой. Но под этой внешней обаятельной простотой, в его словах, в его обращении с людьми, мы видели истинное величие вождя, которого вся страна по праву зовет великим Сталином. Взволнованные и потрясенные радостью встречи с Иосифом Виссарионовичем, мы были до глубины души тронуты не только его вниманием к нужным церкви, но и теплой его заботой о бытовых нуждах каждого из нас. Внимание и забота о нужных церкви со стороны Иосифа Виссарионовича окрыляет нас, и наша церковь с утроенной энергией отдаст все свои силы на служение дорогой Родине в переживаемые тяжелые дни. Имя Иосифа Виссарионовича Сталина окружено величайшей любовью всех народов нашей страны, знамя славы, процветания, величия нашей Родины. Русская православная церковь молитвенно благословляет жизнь и труды великого вождя страны и Красной Армии. Кавычки закрыты. Митрополит Николай Ярушевич Опубликовано в журнале Московской Патриархии 1944 года, номер 1, страница с 13 по 15. А вот слова, надеющиеся нас, водители от коммунизма. Выступление митрополита Филаретом. Кавычки открыты. Определение архиерейского собора Русской Православной Церкви за границей об избрании митрополита Пимена Московским Патриархом Собор Епископов Русской Православной Церкви за границей. 14 сентября 1971 года имели суждение о состоявшемся в Москве. С 30 мая по 2 июня всего года собрание, именующим себя Всероссийским Церковным Собором для избрания Патриарха Московской Всеруссии. Кавычки открыты. Внутри Железного Занавеса там трагедия разыгрывается. Вы, конечно, знаете хорошо, как советская власть безбожная и богоборческая старается выкорчевать всякую религию, как она борется с Богом. Об этом не нужно много говорить. Все об этом знают. Но вот на что я хотел обратить ваше внимание. На то, о чем многие совсем не думают. Отец Архимандрит Константин, которого многие из вас знают, «Вероятно, покойный редактор журнала «Православная Русь» «Глубокий христианский ум». Он из всех достижений коммунистов самым страшным считал то, что коммунизм создал свою лжецерковь, советскую, которую подсунул народу несчастному, вместо настоящей церкви, которая ушла в катакомбы. Скрылась с поверхности. Не думайте, что я преувеличиваю, или что отец Константин преувеличил. Когда-то был Всероссийский церковный собор в 1918 году. На этом соборе вся Всероссийская церковь во главе со своим первосвятителем Патриархом Тихоном, она анафемаствовала, отлучила церкви как самих богоборцев-безбожников, так и всех тех, кто будет сотрудничать с ними. Эту анафему никто никогда не снимал. Она наложена законной властью и до сих пор остается в полной силе. А в 1927 году, возглавлявший тогда русскую церковь, митрополит Сергий, издал страшную и позорную декларацию, в которую от лица всей церкви объявил, что радости советской власти нашей радости, ее печали нашей печали, объявил о полном сотрудничестве с государственной властью. То есть, другими словами, получилось то, о чем мы читаем молитву перед исповедью. Когда священник, молясь окающийся Господу Богу в числе их грехов, причисляет, что они под свою анафему подоша подпали под свою анафему. Так вот, и тут, и митрополит Сергий, и вся иерархия с ним согласны под свою анафему подоша, потому что она же была произнесена и на богоборцев, и на их сотрудников. А теперь церковь объявила о своем сотрудничестве с ними под свою анафему подоша. Мало того, когда была издана эта позорная декларация, то от официальной советской лжецеркви отделилась катакомбная, истинно православная церковь, которая, выходя в подполье, как нам говорили, «Те, кто были в катакомбной церкви, она афематствовала еще раз в советскую официальную церковь. Следственно, эта церковь, она афематствована два раза законной церковной властью. Нас учит апостол Павел и общая церковь, что церковь есть тело Христова, что в церкви побывает сам Господь Иисус Христос и Его благодать и истина, которая в нем и с Ним. А скажите, может ли верующий разум, рассудок и сердце верующего допустить, что Христос находится в этой организации, которая сотрудничает с его осатаневшими врагами, хвалит их, благословляет и даже с ними под ручку к обуву ходит? Конечно, это немыслимо. Поэтому я говорю, что мое мнение, наша церковь, так сказать, этого никогда еще в форме всеобщего обсуждения и осуждения не высказывала. Но я убежден, что в этой самой советской лжецеркви благодати нет и не может быть, потому что она отступила от верности Христу, и Христа Спасителя там нет и быть не может. Это мое глубокое убеждение. Я его не навязываю никому, но я говорю откровенно, как я думаю. Часто говорят, ну что же такое, какое же положение получается? Если это лжецерковь, то чем же виноват народ, который в этом не разбирается? Что это лжецерковь? Они же не виноваты. Вы, наверное, слышали часто такие речи. А я на это отвечаю. Как не виноваты? Как не виноваты? Они знают, какая у них власть богоборческая. Власть идет против Бога. Разве можно такую власть признавать? Они ее признают и ей повинуются. И вот за это вместо истинной церкви получает лжецерковь. Мы не произносим суда над каждой человеческой душой, которая там верует в Бога и которая, так сказать, по-своему стремится к Нему. Это дело Божие. Тут судьбы принадлежат только одному Господу Богу. Но я лично допустить, что благодать Божия находится там, в этой самой советской лжецеркви, никак не могу. Из пасхального послания митрополита Анастасия, первая иерархия русской зарубежной церкви 1942 года. Кавычка открытый. Настал день, ожидаемый им, русским народом, и он ныне подлинно, как бы, воскресает из мертвых там, где мужественный германский меч успел расчесть его оковы. И древний Киев, и многострадальный Смоленск, и Псков вместе торжествуют свое избавление, как бы, из самого ада преисподнего. Освобожденная часть русского народа повсюду уже запела. «Христос воскресе» из воззвания к пастве архиепископа Ферафима Ляде, главы германской епархии русской зарубежной церкви. Июнь 1941 года. Кавычка открытый. «Во Христе возлюблены братья и сестры, карающий меч божественного правосудия, обрушивался на советскую власть, на ее приспечников и единомышленников. Христолюбивый вождь германского народа призвал свое победоносное войско к новой борьбе, к той борьбе, которой мы давно жаждали. К освященной борьбе против богоборцев, палачей и насильников, из-за севших в Московском Кремле. Воистину, начался новый крестовый поход во имя спасения народов от антихристовой силы. Наконец-то наша вера оправдана. Поэтому, как в первый раз православной церкви в Германии, я обращаюсь к вам с призывом, будьте участниками в новой борьбе, ибо это борьба и ваша борьба». Это продолжение той борьбы, которая была начата еще в 1917 году. Но, увы, окончилось трагически. Главным образом, вследствие предательства ваших лжесоюзников, которые в наши дни подняли оружие против германского народа, каждый из вас сможет найти свое место на новом антибольшевистском фронте. Спасение всех, о котором Антолий Гитлер говорил в своем обращении к германскому народу. Есть и ваше спасение. Исполнением ваших долголетних стремлений и надежд настал последний решительный бой. Да благословит Господь новый ратный подвиг всех антибольшевистских бойцов и даст им на врагов победу и одоление. Аминь. Из послания митрополита Серафима Лукьянова. Калычки открыты. Да будет благословен час и день, когда началась Великая Славная Война. С третьим интернационалом. Да благословит Всевышний великого вождя германского народа, поднявший меч на врагов самого Бога. Телеграмма Всебелорусского церковного собора. Калычки открыты. Победы вашему непобедимому оружию. Архиепископ Филофей Нарко. Епископ Афанасий Мартос. Епископ Стефан Севбух. Из посланий к православным русским людям. Совещание архиереев РПЦЗ от 12-25 октября 1943 года. Не по чину. Вопреки законному порядку и правде Божией не может быть угодно Богу и полезной его церкви. Поэтому мы не считаем себя обязанным поименоваться вновь избранному патриарху Сергию и признавать его канонический авторитет. Какие бы причины он не обращал против нас. Давнее тесное сближение с коммунистическим правительством, во главе которого стоит кровавый тиран Сталин и в котором участвует достаточное количество евреев, фанатически ненавидящих христианство и беспощадно истребляющих русский народ, набрасывает особенно мрачную тень на облик нового патриарха, которого наша совесть не позволяет нам назвать своим истинным отцом и духовным вождем. Вместо того, чтобы защищать от большевистского насилия свой народ, за которого он должен положить свою душу, патриарх укрепляет своим благословением советскую власть и ее положение, и через то становится нравственным соучастником ее злодеяний. Первый рах, утративший дерзновение обличать кровавых и нечестивых властителей, желающих лишить нас свободы борьбы с неправдой и для всех очевидным злом, заслуживает только осуждение и в лучшем случае сожаление, а отнюдь неуважение и послушание ему за совесть, как верховного кормча в нашей Церкви. Чтобы вернее достигнуть своей цели, они готовы подобно тому же кровавому и лукавому ироду прикрыть свои богоборческие стремления религиозным лицемерием в надежде усыпить бдительность верующих. Эти люди с сожженную совестью, именуемые большевиками или коммунистами, о которых нам приходится так часто напоминать всем ввиду угрожающей от них постоянной опасности для общества. Везде служат умовы. Никто больше и громче их не говорит о мире, никто не разжигает с такой силой ненависть и злобу между отдельными классами и целыми народами, как они. Горе тем, кто не разделяет до конца их разрушительных взглядов и вожделение протягивает им, однако, руку помощи и связан с ними свою судьбу. Союз с темными силами никогда не проходит безнаказанно. Всякое пламя может опалить того, кто легкомысленно играет с ним и касается его собственными руками. Искушенный во всяком лицемерии и лукавстве, подобные мудрецы ошибаются, если думают, что сумеет этот губительный огонь, разрушивший, Россию обезвредить для самих себя. Такая задача может оказаться выше их сил. Кровь всегда рождает кровь, и огонь воспламеняет огонь. Уже теперь очевидно для всех, что те, кто зажигал нынешний пожар или радовались его распространению, не могут ни остановить, ни тем более погасить его. Нынешние роковые события развиваются с какой-то неудержимой стихийной силой и готовы влечь в бездну всех. Кто так неосторожно будет, будил зверя в человеке. А нас соединяет ныне всех одно чувство – смертельная непримиримость к большевистскому злу и пламенное желание искренить его на русской земле. Ибо мы знаем, что до тех пор, пока оно царит там, невозможно никакая разумная человеческая жизнь, никакое духовное продвижение вперед. Пока это зло угрожает как нашему отечеству, так и всей Европе, повсюду будет утверждаться смерть и разрушение. Никогда человеческое достоинство не было унижено так глубоко, человеческая личность поругана так беспощадно, как в наши дни под властью большевизма. Нет ни одного послевоенного документа, ни одного слова от Синода РПЦЗ или ее Иерарху, а также от Иерарху Катакомбной Российской Церкви, где они признавали бы свою вину или даже просто неправоту. Кавычки закрыты. Человеку угодники. Но в простоте сердца боясь Бога. Деяние 12.22. А народ восклицал. Это голос Бога, а не человека. Римлянам 1.23. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку. Но никогда ни с кем не воевал. Об этом Библия молчит тысячелетия. Но веры истины столкнул весь мир в отвал. Сам спрятался в ковчеге, словно в клетке. Зверинец у него, конечно, тот, что надо. На целый год затарил в нем питание. Жена и сыновья расположились рядом. И ждут семь дней, когда потоп настанет. За ними дверь сам Бог тогда закрыл. На целый год серьезно запечатал. Внутри мычание и хлопание крыл. Да коли с милостью не встанет у причала. Не счесть насмешек было в адрес свой. Пошел ты прочь, еродивый святоша. Вокруг разврат, измена и разбой. Не только жить, но слышать было тошно. Какая перспектива, ежедневный план. Впервые все, лишь вера постоянно. Теперь мы разумеем, что мной герой Атлант не подражал тому, кто рухнул в яму. Войнища, духота, не в проворот. И неизвестно, долго ли это будет. Потом закончится, но шрамы не сотрет. Для поминальщиков опять настонут будни. Христос дал Ноя и для нас пример. Огонь прольется с неба и затопит. Найдет ли веру среди многих вер? Та вера и верес среди обычных сопок. И думал ли, что слабый голубок Мощничный лист усмотрит возвратиться? Есть голубь мира, знает то любой, А милости напомнит эта птица. Быть вестником у Бога и Еговы. Дана нам власть, благовестуя всюду, Что Бог есть мир, лишь были бы готовы. Он кающих примет, не осудит. 24.07.06. Игнатий Лапкин.